Ребята, всем привет! В общем, я болела, ну вы знаете, и пока я болела, я дала себе возможность вот прям реально болеть. Я лежала, смотрела сериал «Постучись в мою дверь», прикольный, кстати, уже почти заканчивала первый сезон, там почти 100 серий. Вы слышите, какой у меня голос ещё. Короче, дала себе возможность реально отдыхать, ничего не делать, и даже дома, ну, короче, особо не убиралась. Но я решила, что перед 2024 годом дома сделаю масштабную прям уборку, и начали мы по нашей уже сложившейся семейной традиции со стирки. Потом вызовем клининг, переберём вещи и приберёмся. Но вот стирка — это наш маленький ежегодный ритуал, который мы делаем всегда вместе где-нибудь в ноябре-декабре. Обожаю это время. Я когда-то вам уже рассказывала про систему для уборки от Zetter. Осталась в таком восторге, что в этом году решила попробовать ещё и их средства. Плюс видела на маркетплейсах огромное количество положительных отзывов на них. И вот знаете, не прогадала. Взяла гель для стирки цветного белья Family от Zetter. Взяла самый большой на 5 литров. Кстати, вот формально он называется гель для цветного белья, но на самом деле подходит и для белого, и для чёрного. И лично мне это очень удобно, потому что я не люблю, когда в ванной стоит куча разных флаконов. Отстирывает отлично даже в холодной воде, я проверяла. Как я понимаю, это благодаря составу. Прочитала, что в нём 7 энзимов, которые борются со всеми видами загрязнений. И это правда так. Я отстирала и капли от оливкового масла, и следы от тональника на белой рубашке, и пятна от шоколада на любимых брюках. Гель абсолютно универсальный, и это главный плюс, конечно. Ну и подходит ещё для всех видов ткани. Мы постельно им стирали, и игрушки Анютки, и наши вещи. Ткань после него как шёлковая, очень мягкая и гладкая. И при этом цвет не теряет. В общем, максимально рекомендую, это прям палочка-выручалочка в любой большой семье. Берите на любом маркетплейсе сразу на 5 литров, расход очень экономный, хватит надолго. Подробности по ссылке в описании. Ребята, всем привет! Сегодня 16 декабря, и вообще мой день начинается очень необычно для меня в последнее время. Во-первых, за мной заехала Даша. И сейчас мы с ней едем в парк, чтобы сделать фотографии. Ну, парк не очень далеко от моего дома. Кстати, сколько показывать ехать? 6 минут. А, вообще улёт. Вот, на улице вроде как трэш, но, смотрю на дорогах всё хорошо чистят. Потому что во дворе у нас вообще каша просто нереальная. Короче, что рассказывать? Я болела долго, залежалась. У меня даже немножко, ну, депрессия, это громко сказано. Ну, такая апатия была. Такое было дурное какое-то состояние. Вообще, отвыкла сидеть, блин, спереди. О, реально, когда я спереди сидела в последний раз? Я думаю, что мы не сильно прямо надолго. Просто пофоткаемся немножко в зимней атмосфере, а то вообще уже зима вовсю. А у меня нет никаких зимних фоток даже. Поболтаем, какие-то планы построим. У нас намечена съёмка к моему дыре. Ну, как обычно, по традиции. Что ещё? Впереди куча разных съёмочек. Ну, больше фотосессии. В основном, в принципе. Слава дома с Анюткой. Анютка вообще спит ещё. И у неё сейчас такой ещё режим просто сумасшедший. Она в 3-4 засыпает. Хотя вчера она в 2 уснула как-то рано. Поэтому думаю, что сейчас скоро проснётся. Что рассказывать? Поедем, посмотрим, как там в парке. Погодка вообще хорошая. Минус 5 всего пишет. И на улице прям нет такого ощущения, что мороз. Я вчера волосы себе на Дайсон накрутила, навертела. Правда, вся обматерилась, пока это дело. Потому что одну сторону всё хорошо было, а с другой стороны он начал выключаться, тупить, перегреваться. Я из-за этого психовала, потому что я не могла докрутить буквально очень мало волос. Маленькую прядь оставалось. Слава его почистил, и сразу стало всё офигенно. Короче. В общем, в этом влоге расскажу вам сумасшедшие подробности своей жизни. Точнее, даже не подробности, а изменения. Так что смотрите влог до конца. Так, мы уже припарковались. Я, правда, так шапку нарядила. Это просто, чтобы ушки были в тепле. А так, конечно, я в ней вроде как фоткаться не планирую. У меня с собой вот такая вот сумка. Там ещё одна, типа, шубка леопёрдовая такая. Не знаю, всё посмотрим. Я с собой ещё взяла очки. Солнце защитит. Типа фэшн какой-то. Ух ты, пони! Класс! Нам с погодой очень прям повезло. Даже вот лету морозности. Блин, прикольно. Ну тут, кстати, прикольно было бы с коляской погулять. Тут всё так почищено. И людей вообще нет, да, скажи? Ааа, вообще, хватит. Пони. Хочу оранжевый. Не хочешь на пони? Было бы прикольно. Пол мани. Ну да. Блядь, бёрд, я сядю. Ну да, на бачках чёрных. Вот, видишь, тут прикольно довольно-таки. Такие аллеи. Вот, а, обычно, знаешь, мы с той стороны приезжали. Вот оттуда. Вот нам надо куда-нибудь в ёлочке такие забрести. Да, нет, погода вообще у лёд. И сегодня суббота. А народу вообще... Ну, может, ещё день, начало прям дня. Чё тут делать? Сейчас же вообще очень рано темнеет. И с другой стороны, чё делать тут, когда темно? Уже, считай, в 4 темно. Ой, я вообще с ума схожу от такого. Короче, у меня сейчас такое, знаете, дурацкое состояние. У меня там, правда, бывают хейтеры всякое пишут. Короче, такая фигня. Я хочу выходить из дома и не хочу, чтобы жизнь проходила мимо. Хочу ходить на мероприятия, всё, активничать. Но при этом есть несколько факторов, из-за которых я этого не делаю. Первое, это то, что все вокруг постоянно болеют, а мы только переболели. Я очень не хочу повторно болеть, чтобы ребёнок, не дай бог, тоже не болел. И второе, мне очень тяжело разлучаться с ребёнком, потому что я 5 месяцев сижу рядом с ребёнком. Я к этому настолько привыкла, что мне это прям, ну, тяжело. Пойдём вот туда. Почти, да, там вглубь надо ёлочкам. Вот, и мозгами я понимаю, что зачем мне сейчас где-то шлындрать, вот по всяким мероприятиям. Периодически куда-то приглашают, и, не знаю, сложно. С одной стороны, хочется, но я ещё болела, меня это, конечно, очень выбило из колеи, вот это вот состояние. Только я в какой-то ритм активной движухи рабочей повлилась, и потом заболела на 10 дней так жёстко, что очень тяжело возвращаться к активной какой-то жизни. Надо мне, конечно, отлучаться от Анютки потихоньку, хоть как-то. Пойдём, там ещё фонарик. Отлучаться в том плане, что просто почаще вот так вот выбираться из дома, хотя бы там на 3-4 часа, это уже будет класс. Потому что единственное, куда я выбираюсь, это маникюр-педикюр сделать. Вот недавно ходила как раз. И так постепенно-постепенно я потихоньку привыкну. О, как красиво. Ну, правда, были бы тут ёлочки, было бы вообще. Да. Вот мы тут, знаешь, то ли два года назад, да, ну не год, точно, наверное, два года назад фоткались вот прям как раз вот в таких ёлочках, да. В аллейке очень классно. И Анютка уже, конечно, чё, ей уже 5 месяцев и неделя. И, конечно, ну растёт, понятно, и мне с каждой неделей всё проще психологически подумать о том, что там нам на время, может быть, надо какой-то расставаться периодически, чтобы мама-то уже успевала поработать. Я так смотрю и думаю, ну как-то же люди работают с детками. Причём у меня помощников дофига, но просто психологически самой тяжело расставаться. Вот, кстати, неплохой вид. Это если просто вот так встать, да? Вот с этими ёлочками. Красиво. Ну вот, смотри, вот эти высокие. Вот типа как ты стоишь. Красиво вообще, знаешь. Давай, давай. Знаешь, как можно? Типа ты подходишь, ёлочку трясёшь такая. Ага. Классно. Да, прям садись в фигурок, любая. Тихо, праздно, однорочко. Мало ли там этот заборчик маленький. Надеюсь, что нет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Короче, рассказывал о том, что он вернулся из армии И многие мои подписчики вообще офигели с того, что мой брат был в армии год Но поскольку он не публичный человек, редко у меня видео появляется, никто особо прям сильно не заметил Хотя были вопросы, где брат, почему не было брата, но я их особо, ну короче, игнорировала Хотя пару раз отвечала в комментариях, что он в армии в Телеграме, так что обязательно на меня подпишитесь Вот, и на Рутюбе вышло видео у меня с братом, где мы болтаем как раз про армию Чуть, мне так лицо заморозило, что мне тяжело говорить Болтаем про армию, он рассказывал, как там время проводил Вот, про детство, так что посмотрите, ссылка в описании Вообще в этом видео хочу сделать несколько заявлений Та-дам, вот и мой брат Первые за 10 лет сделал другой изгиб ресниц Тяжело ли быть братом Юли Пушман Хочу вам показать реакцию моего брата на Анютку Возвращаешься в казарму обратно, у тебя ощущение, что ты вернулся домой Армия, это все-таки не пятизвездочный отель Кто-то уезжал с пневмонией Ну всякого Вот такая красоточка у нас тут стоит Да набухаться хотелось Набухаться? Какая разница должна быть у детей, чтобы они так не ругались Когда родилась Анюта, я сидел в наряде на КПП И я такой, о, классно Дедушка покупал страшные маски, но он не знал, для чего он покупает их Мне, я брата пугала Ты такой, какой летенький Подумаешь, парочка детских травм Вот такой она сладкий маленький малыш Заживем, братуха Мы сейчас продолжим фоткаться Наконец-то я выглянула эту шубу Прикольную Хотя не всем такое нравится Да? Такая она, экстравагантная Мне нравится, прикольная И теплая Что такое вот у меня лук Сейчас еще где-нибудь пофоткаемся Хотя, мне кажется, лучше места, чем здесь Такого заснеженного особо не будет Так что, вот такие дела Погодка супер Я уже дома Тут такой хорошенький малышачик Проснулся мужичек Уже молочко все выпил Выпил все молочко Малышачек Сладенькая моя кукелька Вот, приехала домой Очень быстро мы с Дашей, кстати, все поснимали Получается, я ушла из дома Было где-то 12.40 12.50 даже, наверное Заказала кофеечка себе Хотя, я уже сегодня один пила Но ничего Анютка только покушала Будьте здоровы Мадемуазель Я решила воспользоваться штативом Мне проще переносить штатив Я испугалась твоего Поважата головы Заказала кофеечек, как уже сказала Приенчер 10 минут Очень хочу кофеечку Давайте решим Поедем мы в ресторан Мы так и не отметили нашу годовщину 7 лет Хотела сказать со свадьбы, но нет 7 лет Как мы вместе Немножко как будто беспорядок дома Я такая раздраженная вся Прям Я бы сказала Как будто у меня ПМС Но цикл у меня еще не восстановился Но такое ощущение, что восстановился Прям в один момент за 5 месяцев Как будто такие мощные Убляха-муха эти дни Что я прям такая вся нервная Такая злая Короче, вся такая я Раздраженная Ужас Дела Так, надо нюхть китать витамин Д Вот опять Сегодня я не сходила И не сдала анализы Я все мечтаю сходить Чего? Все мечтаю сходить Сдать кровь Анализы Чтобы начать принимать Какие-нибудь витамины Которые мне назначат По моим анализам Потому что Да что ты раскладываешь, моя рыбка Что у меня на сих пор волосы сыпятся Ужасно Кстати К нам курьеры должны сегодня приехать А еще привезли посылочку Я заказала с золотого я Мне кто-то посоветовал шампунь От выпадения волос Не знаю, правда Он от выпадения волос или нет Я только один раз Ему успела попользоваться Так вот Так вот Что я говорила Я заказала шампунь Мне кто-то из подписчиков Сказал, что он хорошо От выпадения волос Типа там какие-то может Витамины Не витамины Я его заказала И один раз Помыла голову Ну, понятное дело Результата ноль Но от одного Применения точно Но я, если честно Не особо верю Что это работает Ну, просто думаю Поменяю шампунь Попробую Кто знает Вдруг Супер-пупер будет Ты чего боишься? Почему-то она боится Штатива с камерой Не бойся Это мы Мама и Анютка Ты чего вы слюненькие? Все нормально Полузатый чайник С нами нет Любое время года Ля-ля Когда стоит Неважная погода Пах-пы Горячий вкусный чай Штатив не такой уж и страшный Высиная Опа Что я говорила? Посмотри, сколько ехать до ресторана Что-то мне кажется Что Анютка боится этого штатива Не бойся его Так Народим в порядке Ну, вы думаете Как домашние дела делаются Так вот Я что-то начинала говорить Что у нас дома не супер прям чисто Ну, типа, знаете Пыль Есть Но я не буду убираться Хотя я так всегда говорю Не буду ничего делать Просто сегодня суббота А по вторникам К нам приходят убирают Сначала было по пятницам Теперь по вторникам Не знаю Выдержу ли я Вот Хочу обратить ваше внимание Что мы убрали все мобили Вот эти игрушки над кроваткой Я видела Кто-то писал Что вообще Они плохо на детей влияют Потому что ребенок раздраженный Типа, он смотрит Что постоянно у него над головой Что-то крутится Музыка Ну, не знаю У нас, по-моему, все нормально было Ну, сейчас убрали Потому что уже не актуально Благодарю Так вот Убрали все игрушки Потому что она на них уже не смотрит И они ей вообще Не вкатывают А еще у нас ребенок спит под одеялом Представляете? И я знаю, что Ну, считается, что Типа это не надо И, типа, никаких подушек Ничего ребенку не надо Ну, не знаю У нас Анютка кайфует вообще Я не знаю Как можно без одеяла стоять Это же так уютно и комфортно Что за грень? Сто пудово Комменты напишут Типа, да нет Еще не понимаешь Ребенок Этим одеялом себя Блин, не знаю Задушит Не дей бог Ужасы всякие Не знаю У нас Анютка уже Я не знаю, сколько месяцев Спокойно просто лежит И одеялка Накрывает ей вот так вот Просто я По себе сужу Мне вот бывает Ну, прохладно Ну, то есть Я без одеяла не представляю Чтобы я спала Плюс у нас окна Мы открываем Чтобы воздух был Мы еще купили увлажнитель Когда Когда я заболела И у Анютки Были сапелюшки Курье У Анютки был насморк Вот, недавно я болела Мы решили, что все Реально Нам нужен увлажнитель Очиститель воздуха Причем Не знаю Почему мы его раньше Не заказали Потому что Ну, как бы Это все равно хорошо Когда ребенок Особенно увлажнять воздух Очень важно И полезно Да? Вот Но, наконец-то Вот как-то наши руки Дошли только сейчас Это сделать И могу сказать, что Не жалею Но не могу сказать, что Я вижу прям Какую-то невероятную разницу Заказали новую Вроде как Это типа как раз Премиальный Вот этот пластик И еще видел У меня спрашивали Про вот такие вот Ручки Для такой бутылочки Это просто Силиконовые Такие ручки Держатели Я, по-моему, на Азон Заказала Они типа подходят Для любой бутылочки Потому что они вот так вот тянутся Но мне кажется, что Эта бутылочка Слишком большая Для Анютки Чтобы она ее Держала руками Нет Все, кровать застелила Мы перестали застелать Кровать всякими пледиками Просто, во-первых Потому что у нас дома Нет прикольного пледа Который у меня не висит А пледы с Махрушками Вот этими всякими Я их чуть терпеть не могу Бесят они меня В них постоянно То волосы То какие-нибудь карточки Стираешь Оно один хрен Ну, нормально Не рестировается Не убирается Поэтому Мне надоело Это все дело Вот так вот Еще у меня на кроватке На детской Всегда висит Какая-нибудь чистая Такая пеленочка Потому что Я ее стилю На нашу кровать Когда кормлю Анютку Хотя без всяких пеленочек Анютка тоже может лежать С нами на кровати Но просто Мне кажется Это гигиенично Так, мне надо тогда отметить Что она покушала Получается Когда я пришла Это было Когда? Ну, где-то полчаса назад Наверное Что хочу сказать Было время Довольно-таки долгое Не знаю Скачок роста Не скачок Хрен знает что И Анютка И Анютка плохо спала Ночью Она прям просыпалась Плакала Я не могла ее успокоить Она засыпала у меня на ручках И только я ее положу Снова плачет Эти времена Позади Сейчас она спит Вообще супер Ну типа по 6 По 5 часов Не просыпаясь Ну, на покушать даже И это, конечно, улет Но ложится она, конечно, капец Как поздно Что Я в шоке Постоянно обновляю Смотрю, сколько просмотров У меня на рутюбе На видосике С братом У меня там видео С Кариной Вообще 142 тысячи просмотров Набрало, прикиньте С ума сойти С братом 32 тысячи Сейчас просмотров Так что зайдите Посмотрите Эксклюзивчики Так сказать Ну, понятно Ты же не дома Такой не хочу Сегодня посуду мыть Ну, да А там же По-любому надо делать Нет другое И ты делаешь Для тебя, в принципе, нету Какой-то тяжелой работы Она Блин, я, конечно, с ума схожу Столько недовольных людей Ну, типа, у меня видео называется Мой брат вернулся из армии Болтаем про детство И тут, ну, большая часть видео Может быть, не прям больше Ну, наверное, 60% видео То есть 70% Это вот с братом мы болтаем А остальное это просто Ну, как бы, блог Рассказываю Что-то показываю Там, елку, не елку Болтовня какая-то Показываю, как я выгляжу Без ресниц нарощенных Ну, короче, посмотрите Реакция Гоши на Анютку Тоже показала На Анютку такую сладкую И пишут, типа, блин Я думала, будет милая посиделка С братом Типа, весь видос Я думала, будет только с братом А потом резко начался обычный влог Короче, вот просто лишь бы, знаете Вот до чего-то докопаться Потом я видела в Телеграме Вообще такие комментарии Кто-то написал Как брат Как твой брат Был на похоронах дедушки Если он был в армии Я думаю, ну капец Как мой брат Ходил в школу Если он был в армии Как мой брат Был на свадьбе Моей Если он был в армии Ну, типа, что за хрень? Люди вообще даже не понимают Что это в разные времена может быть И прикинь Люди ничего не понимают Кто не в курсе Мой брат вернулся из армии Он ушел в армию в том году В конце ноября 27 ноября Вот сейчас Он вернулся из армии Да, год прошел Недавно я случайно порезала Нютку Я стригла ей ногти Они у нее отрастают Как будто за секунду Алло Что Нютка какая-то сегодня без настроения Капризюньки Может не выспалась Или наоборот ногу поспала Поехали в ресторан Еще решила попробовать заказать Трусики от другого бренда Не такой, каким обычно мы пользуемся Потому что видела у некоторых мамочек На их детках Вот Такие трусики Ну, типа, подгузники трусики Они с рисунками Эти вот, типа, с рыбками Что мне не нравится Что на них нет индикатора Когда надо менять Чтобы было понимание Сколько там Всяких Писюсик И так далее Ну вот, например Вот здесь есть Видите, вот эта желтая полоска Когда Она намокает Когда подгузник Сами понимаете Используется по прямому Назначению Эта полоска становится Голубой Синий И тогда становится Все ясно и понятно Вот Это, конечно, не очень удобно Сейчас буду собирать сумочку И мы поедем в ресторан Хочется, конечно, вкусненько покушать Знаете, обычно я собираю С собой огромную сумку Всего-всего И даже того, что на самом деле Нам не нужно Ну вот так вот, знаете На выход На всякий случай Потому что мало ли Какая ситуация Возьму с собой Три Трусики Три трусики Присепку возьму Вот эту Вот в такой мешочек Водичку, разумеется Надо взять А еще не знаю Помните вы или нет Я, по-моему, вам не показывала Я заказывала вот такие коконы Две штуки Причем они такие Недешевенькие Ну, типа, прикольненькие Конечно, сейчас зимой особо и не это Они не такие уж теплые 68-го размера, по-моему И Анютка туда уже не помещается Это, конечно, облом Потому что я Не успела особо ее В них понаряжать Просто, когда холодно У нас Анютка на балконе В колясочке гуляет, спит И это очень удобно оказалось Она там прям долго лежит Кстати, хочу сказать, что Бренд Natura Pura У них очень красивые вещи Прикольные Но они очень маломерят И многие вещи Которые у нас есть От этого бренда Мы тупо не успели поносить Потому что То, что там было написано Я думала, у нас еще есть время Но, типа, знаете, там написано Или как будто бы На очень худых и длинных детей Ну, короче, как-то вообще В общем, вот эти вещи От бренда Natura Pura Если вы будете покупать Заказывать У них прикольные вещи Мне нравятся Но Вот это, конечно, был Пападос вообще Вот такие у них есть Милые Бодики Точнее, комбинезончики Костюмчики Слипики Да, господи Все перебрала Прикольные Все нравится И вот этот вроде ничего С другими Прям вообще жестко С размером прогадали Вот этот, например Оказался прям неудобным Потому что Здесь как будто Очень тонкая шея Должна быть у ребенка Не знаю Может у кого-то детки Прям с тонкой-тонкой шеей Но вот нам Вот эти костюмчики Оказались Просто так вышло Что они были уже Как бы впритык И вот эта шея Горлышко Оказалось прям очень неудобным Так прикольно выглядит Красиво Но как будто бы В итоге больше Для фоток что ли Так, надо успеть Там всю красоту поносить Что за дела? А вот это нам уже мало Наверное И во что одевать ребенка? Это прикольно Тоже костюмчик Надо его одеть Надо одеть комбинезон Обычный И вот этот костюмчик Я думаю, что мы сейчас Может не будем брать Люльку А возьмем только Автолюльку И нарядить Вот сначала В обычный комбез Потом вот в этот Короче Мне все равно Надо выгнаться Почиститься Подъехать сюда Я тогда шасси возьму Да Только я вот думаю Она поместится В автолюльку В этом костюме Она будет вот такая Как в скафандре Блин Давай возьму всю коляску А там уже посмотрим Поместится Если поместится Хорошо Не поместится В коляске поедем Ну ладно А вот этот поднице Денем И другой поднице Денем Договорились Будет у нас Такой многослойный лук Я просто думаю Что вот этот Надо будет снять В ресторане Чтобы она не вспарилась И будет сидеть Вот в этом У нас на балконе Трэш Просто трэш Так Сейчас я буду Анютку переодевать Менять подгузник Хотя наверное Лучше это делать Перед выходом Одевать Ценовать Сижу молочка И мы поедем Мы помчимся Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля Смотрите какие носочки Я заказала на ВБ Детские Мила Даша сказала Что сегодня Какой-то ретроаградный Кто-то У кого-то там Голова сегодня Весь день болит В чате Девочки пишут Что видимо Какие-то вспышки На солнце Не знаю Нам бы носик С тобой почистить Ты моя солнышка Может спать хочет Не пойму Ничего не бы Она точно не голодная Ну спать наверное хочешь Хотя только встала же недавно Да Иногда в сложные деньки Ну что Ты хочешь спать Покажи маме Что ты хочешь Спать Хотя в каком смысле Сложные Просто Иногда малыш Вот такой вот Беспокойный И казалось бы Надо дома остаться С другой стороны Может наоборот Ей будет весело Что-нибудь посмотреть Даже сосуля Не помогает Вот так вот Посадила Нютку Ну конечно Это капец В этом костюме Совсем неудобно И Ремни вот Херня какая-то Надо их удлинить Но Нютку Родни плачет Я думаю Так доедет Они Как бы где надо Но просто Понятно Руки у него вообще Далеко Я даже в шоке Что он на спокойной Сидит Спать наверное хочет Смотри Анют Узнала себя Решила нарядиться В эту шубку Хотя Славе Она вообще не нравится Да Скажи Вообще не нравится А мне нравится Мне кажется Она такая классная Такая Это Гламурная Да Или нет Сейчас 2005 Мне кажется Это прикольно Да Не знаю Заметили вы или нет Но мы в Славиной машине И Тут даже Видите Автолюлька Стоит Просто Моя машина Чуть побольше И мы обычно На моей машине Передвигались То есть Моя машина Она как бы У нас такая Типа семейная Потому что Она побольше На рутюбе У меня выходит Эксклюзивные Влоги Я уже говорила И там Я поделилась Тем Что на моей машине Сдох Аккумулятор И Мы решили Ее продать Ну конечно Не это Сейчас люди скажут Типа Что всего лишь Аккумулятор Проще Поменять Аккумулятор Нет На самом деле Уже Я давно об этом мечтаю Года наверное Два точно Как я Думаю о том Что было бы Очень здорово Поменять машину Но Столько разных событий Было Что конечно Не до машины Плюс ремонт И так далее Кстати еще Видела Вопросы По поводу Общего у нас Так медленно Идет ремонт Что самое удивительное Ну знаете Обычно бывает Ремонт идет медленно Когда нет средств Когда нет денег Ну возможности Да Быстрее все делать У нас Странная ситуация Потому что у нас Как раз таки На ремонт Есть деньги Но вот Есть другие обстоятельства По которым Немножко у нас Сроки на 3 месяца Позже Будет Чем должно Было бы быть Вот В январе Будем заказывать мебель По поводу машины Я давно мечтала Поменять машину Потому что она сегодня Не чихает Может слюнка подавилась Давно мечтала Поменять машину Но цены Просто космос Девочки Ну я уверена Что те Кто тоже там Рассматривает Ищут машину Ну вот Знаете В таких поисках Знакомы немножко С рынком Да вы меня понимаете Это просто кошмар Короче На моей машине Сломался Сдох аккумулятор Слава отвез В сервис К моему отцу Мою машину Ну они ее там завели Короче все Отвезли Чтобы менять аккумулятор И решили Что мы ее уже Забирать не будем Единственное что Мне немножко Как-то знаете Не по себе Ну типа я как будто Должна с ней попрощаться Ее поцеловать Обнять Не знаю Какое-то время В ней посидеть Потому что Это моя первая машина Машина Которую Купил мне дедушка Мой Ну знаете Такие чувства Довольно-таки Тяжелые Я испытываю Ее испытываю Эмоциональные Ну в общем Суть в чем Давно хотела Поменять машину Еще раз Платаясь И мы выставили ее На продажу Вот Уже отвезли ее Ну типа не в салон Как это называется Кто продает машины Ну в общем Чтобы мы не сами Этим занимались Не сами Чтобы показывали машину Вот этими всеми делами Ну типа салон для продаж Так скажем Салон для продаж Где Можно приехать Посмотреть машину Купить То есть не в В магазин Как если бы я захотела Знаете Как бывает Трейдыны всякие Или что там Ну не так В общем Отвезли мою машину Там уже сделали Химчистку Слава Все достал Из машины То что у нас там было Какие-то вещи Из бардачка И Я вот вспоминаю Когда в прошлый раз Я на машине Своей ездила По-моему Я ездила к Луизе Встречаться с ней В Смайл студио И я даже не знала Что это был последний раз Когда я сидела За рулем Своей машины Так что Мы ее выставили На продажу Не знаю Как быстро она продастся Поставили цену Дороже Чем Ее покупали То есть Покупали за Три Миллиона Триста Что-ли Что-то такое Если мне не изменяет Память В Шестнадцатом году А? Ну три триста Грубо говоря Три триста Примерно Она стоила Вот Все документы Все Короче Отдали Ключи Мучи Машинка В хорошем состоянии Один владелец Сколько у меня Семьдесят тысяч Километров Пробег Да Это вообще ерунда За восемь лет Это вообще ерунда Я очень ухаживала За машиной И Конечно Тяжело Только Расставаться С ней В общем Суть в чем Не знаю Когда она продастся Вот Я конечно Думала Что мы Выставим ее Сильно дороже Я думала Что миллионы За четыре с половиной Выставим Но Что-то изучив Рынок Посмотрев Что за цены Какие движения И дела На такую модель Машины Как у меня Мы поняли Что нифига Столько денег Не получится С нее заработать Просто сейчас Машину реально Можно Ну получается Старую машину Можно продать За те же деньги А то и дороже Чем ты ее покупал Ну то есть Настолько Вот И да В новом году Будем покупать Новенький Автомобиль Вот Но не раньше Февраля Я думаю Потому что В январе Ну как бы Вряд ли Могу заниматься этим Ну и опять же Наверное Надо сначала Продать Эту машину И в любом случае На сделке Я буду присутствовать Поэтому может быть Удастся еще Взглянуть на Свой автомобиль Странные чувства Но я за рулем Своей машины Уже год Практически Особо не езжу Потому что Вы знаете Я как-то В какой-то момент Забеременела Забеременела В какой-то момент Я забеременела Не ну знаете Я стала в какой-то момент Пассажиром Потому что Понятно Я была беременная Ну и типа Зачем мне Я все равно Конечно ездила за рулем Вы помните Но уже не так Конечно много А сейчас с ребенком Так вообще И получается Что новенькую машину Мы купим И я тоже особо За рулем Ее не буду Сильно часто Хотя не знаю Вот я говорю Сегодня я тоже В начале дня Я вам рассказала Что сейчас Анютке Вот в январе Будет полгода И я прям Хочу поставить себе цель Ну реально Почаще выбираться И еще В новом году Поставлю себе Такую цель Не бояться И попробовать Вообще Как бы с ребенком Вдвоем Типа выезжать В машине Обычно в этом Нет какой-то Острой необходимости Мы всегда Как бы С мужем любимым Можем вместе ездить У нас Как бы нету такого Что мне надо Срочно с ребенком Куда-то уехать Но Я вот знаю Что моя мама Например С моим братом Сашей Когда ему было Три месяца Она уже спокойно С ним ездила На дачу Например Знаете Посадила в автолюлечку Пристегнула И все Я знаете Натыкалась На какой-то рилс Где типа Ну девушка Сидит за рулем И там вот этот Вот звук Типа Три Два Один Три Два Раз Ла-ла-ла-ла Ну какая-то вот такая Наверняка вы видели И все это С Таким видео Типа Она стоит Едет Останавливается Светофор Зеленого На желтый Красный Она типа Останавливается И ребенок Начинает орать Сзади Потому что Пока машина едет Малыш Вот как себя чувствует Вот в таком настроении Малыш Пока машина едет Но если сильно остановиться То как бы да Может и заплакать В общем мы едем в ресторан Чтобы отметить нашу годовщину Семь лет Как мы вместе Просто выбраться из дома Сегодня суббота Вообще не ожидала Что мы сегодня будем Куда-то выбираться Но сегодня просто так Такая хорошая погода И нет много людей На дорогах Может быть нам все-таки Надо было сегодня поехать С Дашей туда по делам Короче у меня есть Два проекта В этом месяце Таких выездных Один такой типа быстренький А другой прям съемки На часа три наверное И все это очень далеко От моего дома Я вот даже думаю На метро наверное Поеду Потому что Ну типа знаете Сейчас же предновогодняя Вот эта суета И я боюсь как бы Вообще не встать А Че встать-то У меня еще и машины теперь нет Поэтому мне придется Если на машине То за рулем Славиной машина А мне конечно Это очень непривычно Я из-за этого тоже Немножко нервничаю Потому что я за руль Своей-то машины Редко сажусь А за руль Славиной машины Она еще отличается Ну от моей В плане Мягкости Газ Тормоз Вот эти дела Все иначе Ну и немножко Конечно все равно Волнительно По поводу того Какой автомобиль Я бы хотела Я не знаю почему Хотя вот даже папа Мне говорит Типа лучше Бэхи Типа Лучше Бэха Хотя у самого Че у него Сейчас Мерседес Да Ну короче Типа папа говорит То что Бэха Бэха Вот Если сравнивать Славину Например машину БМВ Ихс 4 И мой Лексус У тебя она более грубая Да Да Более грубая У тебя конечно Там лошадей Она у меня Такой спорткар Ну да Но она и Более как будто Вот такая Ну типа Не вытянутая Но Прям чувствуется Что она вот именно Вот погонять класс Не она просто А моя такая Городская Девчачья Там Для мамочки Она чуть пониже Она пониже Пожёстче Педали пожёстче Типа Сзади Сидения Вообще так Типа Тут для галочки Сделаны на них Вот неудобно сидеть Мне ужасно неудобно Из славенной машины Вылезать Да Здесь только для Машина только для водителя Ну для тебя вообще кайф Скажи Да Мне кажется Она тебе очень подходит У меня всегда была мечта Чтобы мужа Была BMW Ну да Это такая Типа Чуваку Кайф Молодому мужчине Кайф Но не такое Что это семейное Ну короче В любом случае Мы хотим машин Больше Так и вот Я давно мечтаю О Лексусе Побольше И если говорить Про модели Есть просто Там Лексус Такой прям Джип-джип Огромный У меня вот у дедушки Такой был Что шатается Так Я хочу Лексус Рекс 300 300 Или 350 Он 350 Да Короче Получается Так забавно Это вообще Угар жизнь Так просто Не сделается Надо мной Точно такую же машину Приобрели Карина Соском В Америке И Я надеюсь Что мы купим Именно такую машину Потому что Я о ней Очень давно мечтала И вы знаете Я очень люблю Лексус И я конечно Была в шоке Удивлена Когда Карина Соском Выбрали Именно эту машину Вот Ну Я считаю Что это Отличный выбор Отличный автомобиль Новый Классный И В новом году Я хочу Себе такой Автомобиль Такое у меня желание И надеюсь Что получится Потому что В Москве Их не сказать Что много И Конечно За бешеные деньги Вот Ну придется Раскошелиться Ну ничего Это знаете Покупаешь машину Все таки Не каждые Там 2-3 года Ее меняешь А на 8 лет Как минимум Получается Поэтому Хочется Если надо будет Будем заказывать Ждать Потому что Я хочу Чтобы был Светлый салон Ну то есть Я Просто Типа знаете Мой Лексус Моя машина Для меня Прям Я ее обожаю Люблю безумно Я считаю Что это Самая лучшая Машина И Брать что-то Менее Крутое Точно Не хочу То есть Я конечно же Хочу Чтобы было Панорамная Крыша Как было у меня Светлый салон Что еще Ну Чтобы все кайфы Короче Были Все подогреватели И так далее И так далее Ну и получится Что машина Будет Больше По размеру Вот Ну не знаю В общем Посмотрим Посмотрим Что купится Что найдется И когда найдется Тоже хороший Вопрос Так что В новый год Планы вот такие Но опять же Еще непонятно Когда моя Продастся Очень любопытно Но я вам Обязательно Об этом Расскажу Когда продадим Мою машину Мне кажется Это Интересный Такой момент В моей жизни Даже не верится Кто-то Наверное Спросит Есть ли у меня Чувство Грусти Потому что Эту машину Мне подарил Дедушка В 18 лет Ну конечно У меня есть Такое Знаете Все-таки Это еще Первая машина Такие Грустные Немножко Состояния Конечно Я испытываю Вот Какая-то Уже Ностальгия Как будто У меня есть Хотя Я еще Не продала Эту машину Но с другой Страны Я понимаю Что Ну не могу Я всю жизнь Ездить на этой машине В любом случае Мне хотелось бы Ее Поменять Когда-то Продав Эту машину Добавим Еще Денег Чтобы купить Новую И получится Что все равно Как будто бы Дедушка О, свет включили Как будто бы Дедушка Примет участие В покупке Моей второй машины Потому что Ну да Потому что Первую машину Дедушка Купил И Добавим К этим Деньгам То есть Все равно Знаете Есть вот Чувство Что Каждая Моя следующая Машина В ней Всегда будет Принимать Участие Дедушка Ну то есть Я вот такими Вещами Себя Как-то Знаете Просто Грустно Что Я не могу Знаете Дедушке Показать Вот дедуль Я решила Продать машину Купить новую Обновить На побольше Он такой Правильно Молодец Вот Но Знаете Что самое Интересное Я конечно Жестко Тупанула Когда мы Выбирали Мне машину Вот эту Вот С дедушкой Он мне Предлагал Мы были В салоне Автосалоне Лексуса Он мне Предлагал Давай возьмем RX Побольше Ну правда Она там 2016 года Была бы Понятно Но все равно Давай возьмем Сразу побольше Машину Я испугалась Представляете Я сказала Не я боюсь Такая большая К ниже Привыкать Но она конечно Больше Но не сказать Что прям супер Пупер Больше Ну нет Больше Все равно И я испугалась Потому что я подумала Что я же такая Ну еще молоденький Автоводитель Вдруг что И поэтому Мы взяли NX И не сказать Что я прям Жалею Но я к ней Привыкла Ну наверное За месяц Два Я уже Просто Можно сказать Профи была Очень быстро Привыкла К своей машине И Вот последние Года Какие-то Не знаю Пару лет Точно Я думала Что надо Машину побольше Надо машину побольше Еще с учетом того Сколько мы постоянно Возим барахла На дачу Знаете Вот это вот Это просто трэш А сейчас С появлением ребенка Ну Получается Получается вот Вы посмотрите Ребенок занимает Одно конкретное место У Славы Даже два Не Ну почему два Пассажирская Тут уже Мало Ктос Поместится Да ладно Я бы спокойно Села И полностью Багажник Потому что Если вот коляску Полностью Багажник Занимает Ну и конечно Нужна машина Побольше Вот даже Знаете На дачу Поехать Ну как бы Особо много Блин А как мы сейчас Вообще Моя-то машина Реально побольше Была Получается Там срочно Нужен новенький Автомобиль Из-за этого У меня тоже Есть немножко Такая апатия Потому что Короче Мое такое дурацкое Вот казалось бы Должно быть Новогоднее настроение У меня еще скоро Днюха Ну так еще Во-первых Конец года Плюс днюха Обычно перед днюхой Всегда такое бывает Дурацкое состояние Как будто бы И все из рук валится И все такое Раздражительное Потому что Конец Твоего года То есть не просто Конец года А еще и В принципе Конец Вот этого Твоего года Круга какого-то Знаете Скорее бы уже Поестейки Так все Мы приехали Анютка спит Все тает Видишь Сегодня погода Какая Я такая Кандибобер Если я ношу Как там Кандибобер Это еще не значит Что я женщина Что она говорила Так и говорила Реально Если у меня Если у меня На голове Кандибобер Угар Не знаю Почему Мне наверное Одной нравится Эта расцветка Эта шубка Она такая теплая Такая большая Типа пальто Шубка Прикольно Вот так вот Обычный А сегодня Мы должны были Встретиться С Кариной Снимать Рилсики Всякие Но они болеют Поэтому мы Как бы Решили Не встречаться Мы как всегда В любимое место Не изменяем себе Мы пришли в ресторан Можно сказать Что я разбудила Анютку Что я хотела С нее снять шапку Ну шапку Я села Цвет нормально И хотела Ее немножко Достать Из этого теплого костюма Потому что я переживаю Чтобы она не вспотела Ну конечно Типа Да и на улице Можно сказать Что прям холодно Ну все Я вроде как успел Да не надо Че снимаете Разрешение где Ты пока не сушишь Сосулечку У нас целый набор Тут сосулек Кстати Тут в ресторане Есть детское кресло Но я не знаю Какое оно Ну в том плане Что оно наверное Супер сидячее Можно посмотреть Вряд ли оно раскладывается Скорее всего Оно для более старших детей Для более взрослых Когда вот они ухо Щекаются Хомячьими Грунда Учимен Это конечно Вот такое типа С на нем кто-то сидел Что думаешь Ну не знаю Спорный момент С одной стороны Нам было бы легче Если бы она там сидела С другой стороны Там реально Может быть Можно вот эту хрень Постелить Это наши салтики Ага Спасибо Приятного аппетита Спасибо Вот это другое Нет? Ты только ее не сможешь Привязать Ну и что? Куда она Отвежит меня? Ой Рыгнула Рыгнула Рыгулька моя Улыбка моя Принеси мясо? С флажком. Это самое дорогое мясо. Реально прям самое-самое? Ну, я так думаю, да. Просто мы брали чуть-чуть дешевле. Ну, хорошее было. Ну, тоже хорошее, оно было чуть дешевле, но без флажка. А тут вот с флажком. Анютка, стейк будешь? Конечно, будет потом. С молочка. С молочным стейком. Да, я, конечно, очень смешна. Я бы могла волосы распустить, чтобы быть менее странной. Но я так и сделаю. Анюткин! Видишь себя? Какая я милашка. Сама себе комплименты раздаю. Распустила волосы, чтобы выглядеть чуть более похоже на девушку вообще. Реально какой-то кандивовер непонятный. Короче, Слава говорит, что видел какое-то видео, как девушка шла с коляской около дома, какого-то здания, и окно типа в балла. Просто, смотрите, кошмар какой. Прямо на коляску с девушкой. Ужас. А прикольно по центру гулять, даже когда темно. Да даже фоткаться можно. Скажи, такой свет. Ну, не сказать, что самый лучший свет. О, нам придется руками спускать. Тут подскользнуться можно. Главное нам там перейти. Давай, держи ее. Да. Мне кажется, Анютке весело. Очень весело. Мы специально открыли верхушку, чтобы она смотрела. Ты как влечаешь? Снега нет, погодка приятная. На вокзал приехали, Анютка. Сейчас тебя. Отправим. Отправим. В Лондон. Стой, стой, трамва едет. В смысле у нас. Тут разве пешеход, Зай? Я не вижу здесь. А, вот. Реально. Страшно. Как всегда. Вы спросите, почему мы постоянно тусуемся около этого плаза. Другого центра. Ну, потому что здесь ресторанчик наш любимый и очень удобно. Туда можно зайти в магазины, в комнату мамы и ребенка, например. У нас там. Да. Ничего. Проедем. Конечно, с детками нужно быть очень внимательным. Это так страшно все. В принципе, нужно быть внимательным. А с детками вообще, как там красиво. Только не туда нам, а прямо. Потому что там нет спуска. Ты помнишь, что там тоже лестница? Очень красиво здесь. Садится аккумулятор. Придется в сумке искать запасной. Это гембер. Но как будет возможность, это сделаем. Так, ребят. Посмотрите, как здесь красиво. Там каток. Такие классные огоньки. Все украшено. Мы там около этих огоньков постояли. Пофоткались. Вон он, Слава, с Анюткой. Наворачивает. С Анюточкой пофоткались. Она была вообще в восторге. На елочку смотрела. Улыбалась. Хотя ей, конечно, спать надо. Она что-то особо не поспала в течение дня сегодня. Ну, может быть, ночью получше проспит. Я еще не поменяла аккумулятор. Так что, наверное, сейчас вырубится. Но мы, скорее всего, поедем уже домой. Еще есть работа на сегодня. И курьеры, которых надо встретить. Тут так прикольно вообще. Как у меня сразу настроение поднялось. Вообще. Классный день получился. Так, мы уже приехали во двор. И что хочу вам показать. Снега тут, конечно, дофига просто. Нормально даже никуда не встать. Слава поехал искать место какое-то. Ну, мы нашли парочку. Но они узкие. Я сказала, давай мы с Анюткой тут пошлындраем во дворе. Вот туда мы хотели встать. Ну, вообще. Тут еще стоит Лексус. Типа как у меня. У меня прям вообще что-то ностальгия. Даже не верится. Как-то все так резко произошло. Как будто бы я еще морально не готова продать свою машину. Ну, что поделать. Новый год. Новая жизнь. В новом году будем жить в новой квартире. С новой машиной. Да ладно, нормально. Нормально. Просто все равно очень тяжело расставаться с тем, что любишь. Кусок челки вытренили. Как вообще такое? Сейчас у нас будет распаковка. Распаковочка моя. Сделай. Давай. Сделай. Сделай. О! На глаз. Свет. Перестаралась. Ну, давай, сделай. Так вот. Давай. Молочник. Веселый молочник. Ножки. Опа. У нее сейчас такое любимое. Она вот так вот ползет. Сейчас мы покушаем. Подождем чуть-чуть. Потом на полу помнится. Потом мне просто напишут, что у нас ребенок. Типа, положите ребенка на пол. Положите ребенка на пол. Хватит снимать, говорит. Буф. Буф. Буф, буф, буф. Что за сладкий хомяк? На, сама снимай. Волна. Ладенькая. Что за мостик? Мостик пять месяцев. Будет спортсменкой. Опа. Ты папина дочка или кого? Или мамина. Папина и мамина. Так, ребят, ну что ж, мы уже дома. Сейчас будем купать Анютку. И, собственно говоря, все. После этого я пойду в душ, смою макияж. А, у меня еще куча дел. Ну ладно. Значит, буду заниматься делами. После того, как скупаю Анютку. Так что на этом я с вами прощаюсь. Спасибо, что смотрели этот влог. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok